В первом поединке встретились Казуо Такахаши и Хит Херинг. Для японца это был дебют в Прайде, так как до этого он сражался в Панкрайс, где зарекомендовал себя как боец с остальной волей и характером, а на момент участия в гран-при у него было 26 побед и 17 поражений. Его соперником на этом этапе стал Хит Херинг по прозвищу Техасский Бешеный Конь, который своей харизмой эпатажностью всегда умел привлечь внимание японской публики. В этом поединке все споры разрешились в партере. Поначалу японец контролировал Хитто со спины и вколачивал жестокие колени в голову. Затем сам Херинг провел тейкдаун и чуть не проиграл гильотиной, но Казуо не смог задушить коня, после чего последовала Вендетта. Хит забил голову Такахаши в канва с тяжеленными хаммерфистами, при этом бесстрашный японец даже не думал стучать и терпеливо принимал все эти удары, пока Рейфери сам не вмешался в ход поединка. Так что Херинг брутально нокаутировал оппонента на пятой минуте и стал первым, кто прошел следующий этап турнира. Во втором поединке вечера зрители увидели выступление десантника из России Сергея Харитонова, который был только в начале своего пути и имел рекорд 7-0. При этом Сергей до этой встречи всех своих соперников побеждал досрочно. В противоположном углу ринга его ждал бразильский боец из шутебокс Мурила Хуа по прозвищу Ниндзя, который ради участия в этом грандиозном соревновании стремительно набрал вес, но все равно серьезно уступал россиянину в габаритах. В начале поединка бойцы устроили размен, в котором обменялись несколькими тяжеленными попаданиями, но после красивого подхвата от Сергея поединок перешел в партер. Один из его ударов серьезно потряс Мурила, после чего шансов на выживание у него уже почти не было, и он был красиво нокаутирован. Таким образом, Сергей стал вторым бойцом, прошедшим во второй этап гранд-при тяжеловесов, при этом сделал это крайне эффектно. Третий поединок ознаменовался настоящей битвой гигантов, а в Японии всегда по-особенному относились к такого рода фрик-поединкам. Одним из действующих лиц являлся гигант Сильва, рост которого составлял 218 сантиметров, и он, будучи профессиональным баскетболистом-олимпийцем, решил попробовать для себя что-то новое. И на момент боя Сильва уже имел одну схватку с хитом Херингом, который поиграл с Абмишном. Его соперником стал Генри Миллер, сумоист, для которого этот бой являлся дебютным в ММА. При этом на двоих бойцы весели около 300 килограмм, а разница между ними составляла 40 килограмм в пользу гиганта Сильвы. В этой битве титанов Генри сумел перевести бразильца на настил, но Сильва благодаря своему размаху рук, даже лежа на спине, был более опасен. Генри решил занять более выгодную позицию и перешел в боковой контроль, но там его ждал сюрприз в виде Кимуры, которую провел гигант и заставил постучать сумоиста. Так что в этой схватке двух больших парней удачливее и сильнее оказался Сильва, который стал следующим счастливчиком, прошедшим дальше по турнирной сетке. В следующем бою зрители снова увидели еще одного великана, но куда более узнаваемого и звездного, в отличие от Сильвы. Сэмми Шилд, каратист и кикбоксер из Голландии, который из-за своего роста в 213 сантиметров получил прозвище Небоскреб. И 2004 год стал отправной точкой для Шилдов в К1, где он впоследствии сумел четырежды выиграть мировое гран-при и вписать свое имя в историю, как один из величайших кикбоксеров. Противостоял Сэмми еще один гигант по прозвищу Гигант, Ган Маги, рост которого составлял 208 сантиметров, а рекорд в ММА 12.3. При этом он сражался с Сильвей за титул чемпиона UFC и проиграл, после чего и уехал в Японию. Ган, будучи отличным борцом, решил искать счастье в партере, где у Сэмми порой возникали проблемы. Он сумел занять фуллмаунт и в неспешной манере разбивал голландца хаммерфистами. Но спустя 5 минут поединка Сэмми смог выбраться из сложнейшего положения и провести рычаг локтя, который и позволил небоскребу пройти в следующий этап гран-при, где его соперником стал Сергей Харитонов. В пятом поединке вечера на ринг вышел Науэ Агава, японский боец, который был надеждой всей Японии. До того, как дебютировать в ММА, Агава имел блестящую карьеру в дзюдо. Он являлся серебряным призером Олимпийских игр в 92 году, занимал пятое место на Олимпиаде 96, а также принес Японии 7 медалей чемпионатов мира, 4 из которых золотых и 3 бронзовых. Этим вечером японцу, чтобы пройти в следующий этап гран-при, необходимо было устранить именитого кикбоксера Стефана Леко, который взял перерыв в выступлениях по кикбоксингу и решил попробовать себя в ММА. В самом начале поединка, после размена, Агава отправил Леко на канвас мощным попаданием и затем немного там его помучив, провел удушающий через руку. Так что этот поединок для японца сложился довольно просто и он стал следующим, кто пробился во вторую стадию гран-при. К тому же удивительно, но жребий определил ему в соперники гиганта Сильвы, самого слабого участника второй стадии, интересно, это было просто совпадение или этому кто-то поспособствовал? А теперь пошла тяжелая артиллерия, в виде поединка Мирка Крокопа и бывшего чемпиона UFC, Монстра Кевина Рэндалмана. Мирка к тому времени уже переключился полностью на ММА, оставив на время кикбоксинг и благодаря Фабриси Овердуму хорошо поработал над защитой от тейкдаунов, так что к этому бою он подходил в качестве явного фаворита, а его рекорд в ММА составлял 9-1-2, при этом проиграл он только на Герри армбаром. Что касаемо Монстра, то он шел на серии из двух поражений подряд Куинтону Джексону и Казуши Сакураби, так что для Кевина этот поединок был крайне важен. Монстр с первых же секунд ринулся на Мирка, пытаясь перевести Хорвата на канвас, так как его шансы в стойке против Крокопа были очень слабы. На второй минуте боя Мирка попался на обманку Кевина, который показал что будет проводить тейкдаун, но в стиле Тайсона влетел в голову Крокопа левым хуком. Мирка упал в нокдаун, а Кевин как настоящий хищник не дал ему возможности прийти в себя и отправил Хорвата в Нирвану. Мирка был одним из главных фаворитов турнира, но Монстр сотворил исторический апсет и переиграл опасного нокаутера, при этом в игре по его же правилам. В предпоследнем поединке вечера на ринг вышел легенда Прайда и будущий член зала славы UFC Антонио Родриго Нагейра. Бразильский боец был первым чемпионом тяжелого веса в организации, но после прихода Федора Емельяненко потерял пояс в очной встрече, проиграв решением судей. Впоследствии Нагейра стал временным чемпионом, финишировав Крокопа армбаром, и кроме поражения Федору он проигрывал только Дэну Хендерсону, при этом имел 21 победу на различных турнирах и соревнованиях. Противостоял легендарному бразильцу непобежденный японский борец и дзюдоист с общим рекордом 10-0 Хиротака Якои. В этом бою поначалу события развивались очень неспешно, поединок проходил в упорной борьбе, как в клинче, так и в партере, но под конец раунда Нагейра уже имел преимущество за счет своего бокса. В начале второго раунда японец попытался перевести Нагейру в партер, но при попытке тейкдауна попался на анаконду, который был ярко финиширован. Так что Антонио стал первым, то тем вечером выиграл во втором раунде, так как до этого все бои заканчивались в первом. Но самое главное, что он прошел дальше, где его соперником стал Хит Херинг, которого он ранее уже бил. В главном событии вечера на арене появился чемпион, последний император Федор Емельяненко, который перед тем, как подписаться в Прайд, также становился чемпионом Рингс в 2001 году. Так что к этому турниру Федор подходил с рекордом в 17 побед и одно досадное поражение в Рингс от Йоши Косаки. На первой стадии турнира его соперником стал член зала славы и первый чемпион UFC в тяжелом весе Марк Колман по прозвищу Молот, который помимо этого выигрывал гран-при 2000 года в Прайде. Федор начинает атаку своей мельницей, но Марк переводит его в партер и заходит в фуллмаунт. Очень красивая победа и последний император проходит следующий этап турнира, где его соперником стал друг Молота Кевин Рэндалман. Хотя если бы монстр не сотворил апсет в бою с Мирко, возможно мы бы гораздо раньше увидели супербой Федора и Крокопа. После первого этапа гран-при в гонке за титул осталось всего 8 бойцов. Федору достался Кевин Рэндалман, Харитонову Шилд, Нагерри Херинг, а гиганту Сильвии Агава. Четвертьфинальные поединки прошли на Сайтама арене 20 июня 2004 и собрали более 43 тысяч зрителей, которые пришли поддержать своих кумиров, а в особенности Агаву, который представлял Японию. Открывал вечер очень многообещающий поединок между двумя яркими ударниками. Десантником Сергеем Харитоновым, который уже успел продемонстрировать свою мощь на первом этапе турнира, отправив Мурила Хуа в красивый нокаут. И легендой К1 Сэмми Шилдом, который также, как и Харитонов, не стал напрягать судей своего поединка и финишировал ганом маги рычагом локтя. В начале боя голландец вколотил в голову Сергею пару силовых джебов, а затем попытался остановить соперника гильотиной. Около шести минут Сергей мучил Шилда в партере, при этом все лицо голландца было залито кровью. На исходе последней минуты раунда рефери решил, что пора останавливать это избиение, так как Шилд не способен был защищаться. Так что вот таким образом Сергей финишировал своего второго соперника вслед за бразильцем и стал первым полуфиналистом турнира. Вторым поспорить за право выйти в полуфинал гран-при вышел гигант Сильва, который в своем первом поединке показал кое-какие навыки в партере, сумев финишировать сумоиста Генри Миллера Кимурой. И после летой победы его рекорд в ММА стал 1-1, но на втором этапе задача Сильвы была куда сложнее, так как ему предстояло разобраться с местным любимцем, дзюдоистом-олимпийцем Ноой Агавой, который выходил под бешеную поддержку трибун и в футболке I'm Chicken, при этом даже не подозревая, какой хайповый она окажется спустя много лет. Поединок сразу же перешел в партер усилиями Агавы, после чего японец контролировал гиганта на настиле и вколачивал ему в голову тяжелые удары из различных позиций. При этом имея такое большое преимущество в габаритах и силе, гигант как будто не пытался встать на ноги и принимал удары, пока рефери не вмешался и не остановил поединок, присудив победу местному бойцу, который вслед за Сергеем Харитоновым прошел следующий этап гран-при. Следующую путевку в полуфинал должны были разыграть временный чемпион Антонио Родриго Нагейра, который на первом этапе расстроил японскую публику, придушив анакондо японца Хиротака Якои. И Хит Херинг, для которого это была отличная возможность взять реванш за поражение Нагерии еще на турнире Прайд 17, когда судьи единогласно отдали победу бразильцу. Так что Хит мог выполнить сразу две задачи – стать полуфиналистом гран-при и вернуть Нагейре должок. Хит очень активно начал этот бой с обстрела Нагейре лоукиками, но спустя две минуты уже лежал на спине и принимал удары от бразильца. Почти до самого окончания первого раунда бойцы провели в борьбе, и Нагейра несколько раз пытался закончить поединок с Абмишном, но Херинг все время выходил из непростых ситуаций. Второй раунд был очень схож с тем, что произошло в поединке Нагейре на первом этапе. Хит попытался провести тейкдаун, но попался на анаконду и был финиширован, повторив участь японского борца. Так что вторая подряд анаконда и Нагейра проходит в полуфинал гран-при, где выходит на Сергея Харитонова. В последнем четвертьфинале зрители увидели еще одно эпичное противостояние, которое вошло в историю ММА, и каждая вторая бабушка у подъезда в курсе, что там произошло. В этом поединке сошлись монстр Кевин Рэндалман, который финишировал Мирка Крокопа и выбил фаворита уже на первом этапе гран-при, и чемпион, последний император Федор Емельяненко, не очень хорошо обошедшийся с другом Кевина Марком Колманом, засадмитив молота уже в первом раунде армбаром. Кевин в начале боя сумел перевести Федора вниз, а при попытке императора встать на ноги провел суплекс, после которого главным вопросом было, как Федор вообще выжил после такого падения шеи на канвас. Пережив перелет на Монстр Айрлайнс, Федор как ни в чем не бывало выиграл позицию и финишировал Кевина, проведя Кимуру, и тем самым показав невероятный камбэк. После этого боя полуфинальные пары были определены, и Федору достался японец Нао Ягава, а Сергею Харитонову Нагейра, и при определенных раскладах в финале могли сытись два бойца из России. Полуфинальные и финальные поединки прошли спустя всего два месяца на турнире Final Conflict, который собрал 47 тысяч зрителей, и они были очень заинтригованы, прежде всего поединком их кумира Агавы против Федора. Но началось все со сражения Сергея Харитонова и Нагейры, которые устроили отличный поединок, и никто не хотел уступать. Первая половина раунда прошла в стойке, а затем Нагейра сумел перевести Сергея в партер, но долго удерживать Харитонова на настиле у него не вышло. За несколько минут до конца раунда Нагейра вновь провел тейкдаун и, контролируя Сергея на настиле, наносил удары, тем самым забрав концовку. Во втором раунде бойцы устроили перестрелку с дальней и средней дистанции, и Нагейра был немного точнее Харитонова. Тем самым он забрал победу единогласным решением судей, нанеся первое поражение Харитонову в карьере и прервав его серию из девяти досрочных побед подряд. Таким образом, у нас имеется первый финалист, и очень символично, что им стал именно Биг Ног, так как он являлся временным чемпионом в тяжелом весе. После выявления первого финалиста Гран-при, пришло время показать себя местному бойцу Наои Агави, которому выпала возможность всерьез заявить о себе и попробовать остановить Федора Емельяненко, который на своем пути уже снес двух первоклассных борцов и чемпионов UFC Марка Колмана и Кевина Рэндалмана. Так что в этом поединке Федор являлся фаворитом, но поддержка публики толкала японца на подвиги, и он своим поступком еще сильнее поднял градус перед боем, не пожав императору руку. В самом начале поединка Федор обрушил на Агаву всю мощь своих размашистых медвежьих ударов, а затем он провел дзюдоисту-олимпийцу-армбар, финишировав его уже на первой минуте встречи и став вторым финалистом Гран-при. В финале турнира сразились действующий чемпион Федор и временный чемпион Нагейра в поединке за объединение поясов и титул чемпиона Гран-при. И как по мне, на тот момент это были два самых сильных тяжеловеса в мире при всем уважении к Кракопу. В начале встречи бой перешел на канвас, и Федор около трех минут провел в гарде у Нагейры, который был подготовлен к сопернику куда лучше, чем в их первом бою. В одном из эпизодов бойцы непреднамеренно столкнулись с головами и у Федора открылось рассечение. Бой был остановлен, а финал получил статус не состоялся. Вот таким огромным разочарованием закончилось такое ожидаемое событие для всего мира ММА. После боя Нагейра заявил, что Федор намеренно пошел на это столкновение, так как не мог найти ключ к победе над бразильцем. А Федор в свою очередь ответил, что произошедшее скорее на руку самому Минотавру. Но Гран-при в любом случае требовался чемпион, и спустя 4 месяца этот поединок вновь был организован. Геймплан Федора теперь отличался от того, что мы видели в первых двух боях. Он отлично использовал броски и тейкдауны, переводя бразильца на канвас, но при этом старался не заходить в гард Минотавру, а решил больше поработать в стойке, где отлично преуспел. Нагейра на протяжении всего боя не оставлял попыток затянуть Федора вниз. И вот джиу-джитсу так и не помогло ему переломить ход встречи и забрать победу в этом поединке. Таким образом, Федор со второго раза все же сумел выиграть Унакейри единогласным решением судей и стал чемпионом Гран-при в тяжелом весе, объединив пояса. Гегемония последнего императора продолжалась, а победа над пиковым Минотавром в то время очень высоко котировалась, так как за всю свою прайдовскую карьеру он проиграл лишь Федору дважды и раздельным решением Джошу Барнетту. Вот таким получилось Гран-при 2004, которое запомнилось множеством ярких поединков и сражений, и они уже стали настоящей классикой ММА. Если вам понравился мой обзор, поддержите его лайком и подпиской, а также жмите на колокольчик, чтобы оставаться на связи и не пропускать свежие ролики.